Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую красивую и очень простую в выполнении бабочку из атласных ленточек. Вам для нее понадобится 4 отрезочка ленточки. У меня в ширину 2,5 см она. Я взяла двух цветов, так как буду делать, так сказать, прапор Украины, флаг. Поэтому у меня будет снизу, так сказать, для лепесточка в нижний желтый цвет, для верхних в синий цвет. Поэтому, если вы будете брать 2 цвета, то для нижних лапок вы берете по 8,5 см длина отрезочка 2 штучки, для верхних 9 см. Если берете однотонный, то просто отрезаете 2 отрезочка 9 см и 2 отрезочка по 8,5 см. Конечно же, вам понадобится вот такая вот небольшая стразинка, которая пришивается с двух сторон. То есть, она у меня будет в качестве серединки. Вот она у меня здесь пришита в серединку. Вот такая вот обычненькая. Хотите, возьмите кругленькую, маленькую, но я почему-то посчитала, что вытянутую более будет, так сказать, уместнее. Также я взяла ниточку. У меня она желтого цвета, так как я взяла под желтый цвет. Буду ей, так сказать, сшивать. Предварительно вы иголочку в деньте ниточку и сделайте узелочек. То есть, приготовьте себе рабочую ниточку и кончики отрезочков подпалите. То есть, чтобы они у вас не распускались. Также вам понадобится либо резиночка, либо обруч, то есть, куда вы будете крепить, так сказать, вашу бабочку. И ножнички для обрезания кончиком ниточки. Итак, в деле ниточку в иголочку. И сейчас мы будем с вами слаживать. То есть, сначала мы берем ниточку, не ниточку, ленточку, простите, синего цвета. Если она у вас любого другого, то берете просто отрезочек, который побольше. То есть, смотрите, сначала левую сторону вы ложите вниз, а правую ложите наверх. То есть, вот таким вот образом сворачиваете, делаете лепесточек. И кончики максимально ближе к друг другу расположите. То есть, как бы равномерно. Теперь берем нашу ниточку с иголочкой. И вот такими вот легкими стежками понад краешком начинаем, так сказать, вперед иголкой прошивать наш образовавшийся лепесточек. И вытягиваем иголочку. У нас нанизан один лепесточек. Теперь берем желтый цвет ленточки. И ленточку желтого цвета мы будем сворачивать другим образом. То есть, смотрите, это та ленточка, которая поменьше. Сворачиваете вот так вот, смотрите, еще раз. Правую под, так сказать, левую сторону. И вниз. Вот так вот. У вас получается уголочек. И немножечко сдавливаете получившийся уголочек. Теперь берете иголочку и прошиваете точно так же краешки у вас друг к другу, так сказать, ровненько положены. И снова нанизываете. Теперь снова берем ленточку желтого цвета, ту, которую покорочим. Мы сворачивали только что вот таким вот образом. Но сейчас мы сделаем в точности да наоборот. Смотрите. То есть, атласную сторону мы ложим сверху и еще раз загинаем. То есть, таким образом мы с вами свернули наоборот. И снова берем иголочку и продеваем вот таким вот образом, как бы, вперед иголочкой. Стягиваем лепесточек, получившийся. У нас получились свернутые лепестки в зеркальном отображении. Теперь снова берем голубой или ленточка, которая потолще. И мы, получается, сворачивали с левой стороны у нас нижняя сторона, с правой верхняя. Теперь сделаем наоборот. Верхнюю сделаем левой. И снова кончики располагаем ближе друг к другу, ровненько. И нанизываем, получается, уже четвертый лепесточек. То есть, мы делаем лепесточки в зеркальном отображении, чтобы у нас, так сказать, очень красивые были листики. Теперь, смотрите. Берем, находим, так сказать, начало наш узелочек. И стягиваем, получается, вот так вот на узелочек сворачиваем все части. Вот так вот, прям хорошо-хорошо стяните. А наши получившиеся лепесточки расправляем. То есть, вот так вот по поверхности расправляем. Чтобы они у нас были очень красивенькие и очень-таки аккуратненькие. То есть, вот расправили. И нам осталось пришить всего лишь серединку. То есть, берем теперь нашу серединку. Вот эту. И пришиваем во внутреннюю часть. То есть, вот таким вот образом. Пришиваем сначала сверху. Или сначала снизу, как вам удобнее. Мне удобно сверху. Если она у вас потоньше, поменьше, еще вам проще. У меня она где-то полтора сантиметра. Поэтому у меня будет немножечко, так сказать, вытянуто. Вот так вот пришили с внешней стороны, сверху. Теперь разворачиваем так вот во внутреннюю сторону. Продеваем ниточку вниз. И снизу начинаем пришивать. Вот так раздвиньте лепесточки, чтобы они вам не мешали. И вот так вот гоняем в серединку. Теперь снова вовнутрь, в серединку. То есть, оно немножечко затянуто, но эта внутренняя сторона, она нам, в принципе, не мешает. После того, как пришьете снизу, вытаскиваете еще раз вот так вот наверх. Вот. Причем вытаскиваете так, чтобы у вас в уголочке вышла ниточка сверху. И берете, вот так вот отрезаете ниточку, не слишком длинную. И эта ниточка у вас получится усики. Можете по желанию завязать узелки на кончиках усиков. Вот так вот. И хорошо дорасправляйте бабочку. Если же вы будете пришивать ее, так сказать, к чему-то, то есть, как вот к резиночке или еще куда-то, то возьмите кусочек фетра, либо какого-нибудь такого вот материальчика, то есть, чтобы спрятать вот эти наши погрешности. Вот эти. Если это у вас просто аппликация, то просто пришиваете, как оно есть, вот эти лишние ниточки, обрезаете, они вам не нужны. Вот. И у вас получается вот такая замечательная бабочка. Если же хотите усики немножечко потолще, то есть, чем просто в одинарную ниточку, то можете сначала, так сказать, ниточку продеть, завязать узелочек, обрезать, и потом заново завязать узелочек и еще раз продеть сюда же, обрезать. То есть, вот таким образом у вас получатся такие вот усики, как у меня, немножечко потолще. В принципе, достаточно, я думаю, и таких будет у бабочки нежные усики, довольно-таки. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!